С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Я думаю, что я не буду очень оригинален, если скажу, что вот завтра Новый год. Осталось не так много, можно посчитать даже количество часов. Новый год, вот почему-то такое ощущение всегда, что что-то ждет нас впереди новое, интересное, и вообще какой-то особый праздник. Я помню, когда-то была песня такая, этот праздник году, он единственный, когда воздух становится словно таинственный, все какое-то особое. Вот скажите, пожалуйста, когда последний раз вы слышали новогодние сказки? Вообще, когда последний раз вам рассказывали сказки? Я думаю, это было не вчера и не недавно. Ну, дети, это понятно, они вырастают на сказках, а мы, взрослые, уходим от этого мира, от мира сказок. Мы более в реальности. И вот еще одну вещь, я тоже подумал, что какие-то вещи, технология меняет нашу жизнь. Она заменяет привычные и, в общем-то, очень добрые такие традиции. Я вспоминаю, когда был Новый год, всегда приходила пачка открыток, много, 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 много. Я смотрел картинки, они были всегда интересные, там были елки, там были Деды Морозы, Снегурочки, все это было много. Все писали, наоборот, и было, вот я сейчас вспоминаю, открытка, в общем-то, была немаленькая, и вся была заполнена. Там было столько много пожеланий, столько много было слов хороших, и люди писали эти открытки, посылали. Я вспоминаю, что мои родители всегда старались к празднику успеть, успеть. Ну, в крайнем случае, там еще день-другой в Новом году люди получат эти открытки. И мы прямо пачками относили их на почту, бросали в почтовый ящик, и открытки уходили. И точно так же мы получали такое же огромное количество открыток, и это всегда было интересно читать, смотреть. Моя мама долгие годы не решалась вообще выбрасывать открытки. Почему-то у нее было такое место, где она складывала открытки, поздравления, она порой их перечитывала, и это доставляло ей удовольствие. Наверное, это поднимало какое-то ощущение близости со своими друзьями, своими родными. В любом случае, это было хорошее время. А вот сейчас, ну да, мы получаем, и по электронной почте мы тоже получаем какие-то открытки. Но, мне кажется, они немножко такие деревянные. Хотя те были бумажные, но те были как-то более теплые. А сегодняшние электронные открытки тоже приятно, всегда приятно получить хорошие слова. Но что-то уходит. Я к тому все это рассказываю, что сегодня моим гостем, моими гостями, будете вы, уважаемые телезрители, пожалуйста, присаживайтесь удобнее, заварите себе чай. У нас есть с вами один час времени. Я бы хотел вам предложить такой вот обменный вариант. Я вам рассказываю сказки, которые вам давно уже не рассказывали. А вы мне рассказываете реальные истории из вашей жизни уходящего года. Что-то такое случилось, свершилось в вашей жизни в этом году. Пожалуйста, расскажите, поделитесь. Сейчас у вас на экранах будет номер телефона в студии, и у вас будет возможность звонить. Звонить в течение всего часа. Итак, я рассказываю вам сказки, а вы рассказываете мне реальные истории. Итак, мы с вами будем отмечать предстоящий Новый год. Уходящий старый и приближающийся новый, 2014. Итак, сказки. Ну, прежде всего, я, кстати, приготовил много сказок, так что у меня достаточно сказок, но больше я бы хотел послушать вас. Поэтому телефон 201-461-1384. Особые события, сказочные события, неожиданные события, те, которые были у вас в этом году. Ну, и что вы хотели бы, может быть, тоже намечаете сделать в следующем году? Такое, знаете, экстраординарное, неожиданное, новое. Такое, которое до этого вы всю жизнь собирались. А вот в следующем году это вы наметили сделать. Расскажите, я уверен, что ваши рассказы будут интересны другим людям, которые что-то успели, что-то не сделали, что-то наметили, но не чувствуют в себе сил. Все это поможет им сделать. Но я начну со сказки. Ну, как всегда, все сказки, они начинаются с того, что жил-был король. И король хотел знать, как живут его подопечные. Поэтому однажды он переоделся в обычный гражданский халат, или как там, что там носили в это время, костюмы, и отправился бродить по городу, по своей столице. И когда он шел по одной из улиц, он увидел в окне свет. Молодой человек сидел, довольный, ел, что-то такое напевал. И он подумал, надо же, как хорошо человек живет, веселится. А что его веселит вообще? Как он живет? И он постучался к нему и спросил, можно ли войти. И молодой человек был любезен, сказал королю, которого он, конечно же, не узнал, что это король, поскольку король был одет в простую одежду. И, в общем-то, даже не просто простую, а, может быть, даже дервиша. Молодой человек предложил ему покушать. Сказал, у меня сегодня есть, у меня сегодня хорошая еда, давай. Ты имеешь возможность разделить со мной мою трапезу вечернюю. Когда король спросил, а скажи, пожалуйста, как ты зарабатываешь деньги? Как ты зарабатывал деньги на вот эту прекрасную еду и так убрал свой стол? Тогда молодой человек сказал, что я живу одним днем. Day by day. Я не загадываю ничего. Я узнаю, что каждый день Бог, судьба даст мне возможность найти пропитание и деньги. День за днем. Day by day. Король удивился, говорит, да, и ты уверен, что вот завтра у тебя будет тоже такая же еда? Молодой человек сказал, да. А на чем же ты зарабатываешь? Ну как, я выхожу на улицу, у меня есть молоток, у меня есть гвозди. Я предлагаю людям починить обувь. Они всегда с удовольствием ее починят и дают мне какую-то мелочь. Как только я набираю эту мелочь для того, чтобы у меня был хороший ужин, все, я иду домой, читаю книги и готовлю ужин. Я никогда не думаю о завтрашнем дне. Хм, король подумал, что надо этого молодого человека проверить и проучить. Поэтому, вернувшись в дворец, он дал указание запретить на улицах чинить обувь. Следующий день он идет опять вечером на улицу, отправляется на улицу, смотрит. Молодой человек опять сидит за столом, у него прекрасная трапеза, опять ест. Он постучался, молодой человек опять его пустил, опять накормил его. Он спросил, как же так? Вчера ты был сапожник, сегодня ты мне сказал, что король издал указ. Чем ты сегодня занимался? О, все люди набирают воду, некоторым не так просто это набрать из колодца. Я помогаю им налить воду, они дают мне мелочь, я собираю мелочь, прекрасный ужин. Хм, сказал король, хорошо, посмотрим. И издал указ запретить кому-либо наливать воду около колодца, помогать. Следующий день все повторилось то же самое. Молодой человек сказал, что теперь он рубит дрова, и поэтому имеет свои копейки. Король издал указ, чтобы запретить рубить кому-нибудь, помогать дрова. Только специальное разрешение. И когда он шел в следующий раз, он увидел, что молодой человек опять ест. И ест хорошо, и ужин хороший. Он спросил, а сегодня что ты делаешь? Он говорит, очень просто. К сожалению, король запретил рубить дрова, и сегодня я работаю в страже короля. Я устроился стражником, и опять у меня есть деньги. Все, вопрос решен. Король вернулся и издал указ. Платить только раз в неделю. Вот теперь-то молодой человек уже не сможет решить, что он всегда может жить одним днем, day by day. Когда он пришел к молодому человеку, тот сидел и снова ел хорошо. Он спросил, как же ты можешь выйти из этого положения? Ведь тебе платят всего раз в неделю. Он говорит, очень просто. Я взял свой меч, он состоит из металлической ручки и лезвия. Это лезвие я заложил в ломбарде на одну неделю. На эти деньги я купил себе пропитание на неделю. Все нормально. Когда деньги я получу, я верну его из ломбарды и все сделаю обратно. А как же меч? А я сделал деревянный. Выстрогал деревянный. И тогда на следующее утро король, уже облаченный в свои королевские одежды, собрал всю свою стражу, людей и сказал, что давно собирается казнить преступника. И поэтому он сейчас прикажет кому-то из стражи казнить преступника мечом. Ну вы понимаете, для чего король хотел это сделать. Он хотел показать молодому человеку, что тот не всегда может в этой жизни руководствоваться своим правилом, что день и вера в особые силы Бога, судьбу всегда принесет ему удачу. И когда король показал естественно на этого молодого человека и попросил его, даже приказал ему обнажить меч и убить преступника. Молодой стражник сказал, я никогда, я никогда не убивал людей. Он сказал, это мой приказ, ты сегодня сделаешь это. И тогда стражник подумал, сказал, тогда я попрошу Бога, пусть Бог решит, имею я право убивать или нет. Если этот человек заслуживает для того, чтобы я его казнил, пусть будет у меня в руках меч и я его казню. Если же Бог посчитает, что этот человек невиновен и не надо его убивать, пусть Бог мне даст намек. После этого он вытащил меч и все ахнули, они увидели, что меч деревянный. И все поняли, что Бог дал бы такой намек этому молодому стражнику, не надо убивать. Никто ничего не знал, знал только король. Король подошел к своему молодому другу, представился ему, они узнали друг друга, естественно. И с тех пор этот молодой человек стал его советником, потому что король проникся этим ощущением. Каждый день нам приносит что-то новое, каждый день дарит нам какие-то удачи, возможности быть счастливым, сытым, здоровым. Надо только верить в это и на это настроиться. Вот такая сказка – это от меня. Теперь история от вас. Мне сказали, что уже у нас есть звонки, и поэтому мы сейчас узнаем, кто. Из Лос-Анджелеса, София. Большое спасибо, прежде всего, Софии. Я хочу вам сказать, что я знаю, что в Лос-Анджелесе сейчас еще раннее утро, и вы с нами. Алло. Дорогой Борис, большое вам спасибо. Я знаю, что это только... Это только, но я не знаю, что дальше, потому что связи нет. Нет, есть связь. Да-да, говорите, пожалуйста. Значит, я очень вам благодарна за то, что вы интервьюировали Пракин Интернешнл Фаундэйшн Литерари. Да, есть такое. Я, которая удостоила мою книгу, премии, и благодаря вам я почувствовала, насколько я стала успешной в Америке. Я невропатолог, в жизни никогда ничего не писала, но я поставила себе цель обязательно написать на английском языке книгу. И поскольку она удостоена этой премии, я чувствую, что это какое-то чудо, что это невозможно было бы нигде, ни в какой другой стране. Тем более, что я публиковала эту книгу сама, и это просто случайность, что кто-то заинтересовался ей, передав в эту фаундэйшн, потому что я даже... София, во-первых, я хочу вас спросить. ...что случилось в этом году. Большое вам большое спасибо. София, я хочу вас спросить. Вот вы сказали, это просто вот какая-то неожиданность. Вы считаете, что это неожиданность? Разве в том, что вы написали книгу, разве в том, что вы сделали, нет какой-то логической последовательности, завершенности чего-то, о чем вы давно думали? Нет, я никогда в жизни... Да-да, я слушаю вас. Я никогда в жизни совершенно не думала, что я напишу книгу. Это только благодаря тому, что здесь, в Америке, я могла изучить язык настолько, чтобы он мне дал возможность написать эту книгу, и что я была настолько уверена, что мне надо достичь цели, которую я поставила перед собой. Прекрасно, прекрасно, София. Я желаю вам, чтобы в следующем году вы еще большую поставили перед собой цель и большую планку. И я не знаю... Я поставила перед собой очень большую планку, поскольку эту книгу еще прочитала известный эдитер журнала The Jewish Journal. И она пишет, что эта книга хороша для фильма. Это необходимо для того, чтобы бороться с антисемитизмом, показывать настоящие еврейские характеры, которые в этой книге описаны. Это автобиографическая книга и посвящена она моим родным. Я желаю вам хорошего. Я думаю, что с вашей помощью мы это сможем сделать. Хорошо. Все, что мы можем сделать, мы всегда с удовольствием поможем. Тем более в таком очень важном проекте, который вы взяли на себя, на свои плечи. Как мне с вами связаться в дальшем? Дальше напишите, пожалуйста, на телевидении или можете обратиться просто по имейлу. У меня очень простой имейл-адрес. Моя фамилия Тензер. Добавьте букву куби. Тензер Би. И дальше. At gmail.com. Тензер Би. Штрудл. Gmail.com. Тензер Би. Все. Большое спасибо. С Новым годом вас, София. Спасибо большое. Это действительно прекрасное чудо. Мы с вами обменялись я сказкой, вы своим рассказом. У нас сейчас Нью-Йорк. Нью-Йорк. Нью-Йорк проснулся раньше. Анатолий, да, здравствуйте. Да, я здесь. А, да, слушаю, Анатолий. А, да, да. Да, добрый день, Борис. Добрый день. Очень интересная передача. И я хочу рассказать... Борис? Да, да, я слушаю вас. Очень внимательно. Да, да, да. Я хочу рассказать такую историю, которая произошла совсем недавно в жизни, как вы сказали, чтобы это была реальная жизнь. Я зашел в спортзал, в который вы когда-то ходили, когда жили в Нью-Йорке и в Бруклине, и там было два тренера. Мой очень хороший товарищ и мой тренер. Назовем его просто... А почему просто? Назовите тем именем, которым он есть. Это самое приятное слово для человека. Да, да. Яков Белык. Второй тренер. Женщина Ирина. Я фамилию не знаю, но она олимпийская чемпионка. Я решил сделать им снимок. Прямо у них там теннис. В это время заходит директор... У них там есть лагерь, которого зовут Майкл, Миша. И он говорит, я тоже хочу. Я их сфотографировал. И вдруг я как-то, получается, я спросил, а скажите, Ирина, когда у вас день рождения? Она говорит, 27 июня. Они все переглянулись. Они оказали все трое рождение 27 июня. Они не знали, да? Они не знали. Они не знали. Они собрались случайно на этот снимок, а оказалось, что не одного дня рождения. Я тут же предложил им каждый год собираться 27 числа и делать снимок, чтобы смотреть, как они изменились. Анатолий, здесь есть один маленький, но самый важный момент, мне кажется. Они вспомнили о том, что... И узнали о том, что у каждого свой день рождения только благодаря тому, что вы захотели их сфотографировать. Вот если бы ваше движение, ваше желание не проявилось, может быть, и не проявилось всего остального, они бы этого не узнали. Им стало, вот сейчас им стало, может быть, интереснее жить на свете, может быть, теплее вообще. Это же действительно интересно, узнавать что-нибудь от человека, который рядом. Хорошее узнавать. Это теплое. А теперь вот сама идея замечательная. Только я бы не зацикливался на том, что только еврейские сказки. А я не сказал, что это только еврейские. Хотя у меня будут сказки из Соломона тоже. Да, я слушаю вас. Я вот воспитывался в детстве, и сейчас с удовольствием читаю русские народные сказки. Ну, просто мы все на них выросли. Они прекрасны. Это интересный момент. Я обещаю, что я сделаю как-нибудь передачу и приглашу двух человек, искусствоведов. Один, который считает, что все сказки, большинство сказок, которые мы читали в детстве, они агрессивны, русские сказки. А другой примерно придерживаются вашей точки зрения. Ну, вот тот, кто агрессивный, я готов с ним поспорить. Потому что русские сказки, они в основном учат добру, понимание. Они очень музыкальны, как правило. И хорошо ложатся и на мультфильмы, и хорошо ложатся вообще на музыку. Я вспоминаю главную фразу, это поешь моего киселька, иначе станешь козленком. Или наоборот. А, да, 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 ничего тут агрессивного нет. Теперь я еще такое наблюдение жизненное хочу с вами поделиться. Многие артисты, великие люди искусства, они со временем, когда становятся матерыми, известными, они переходят к теме сказок, как ни странно. Вот, например... Я еще не стал ни великим, ни матерым. Вы еще будете, вы еще молоды. Да, спасибо. А вот 79-летний сенатор вдруг начал петь своим замечательным голосом, начал петь детские песенки. И на этих песнях, песенки-сказки. На этих песенках детей учили правильному английскому произношению. А еще один певец Нейл Седака, ну, сенатору я не достал, к сожалению. А Нейл Седака, популярнейший певец, вдруг начал выпускать одну за одну пластинку с детскими песнями. И я был на одном из таких концертов в Барли-Нобел. Вы знаете, мы туда когда-то любили с вами ходить. В этот огромный комплекс по продаже книг. Там всегда встречи с музыкантами. И это тоже мне показался удивительный вот такой опыт. А самое интересное, я заканчиваю. У меня одна секунда, да. Самое интересное, что вдруг сказками занялся тоже очень хороший журналист Матвей Галопольский. Я брал у него интервью, это было в прошлом году, как раз перед Сэнди это случилось. И он говорит, рассказал мне, что он пишет книжки друг с одной, а теперь пишет сказки. Но сказки очень интересные. Вот я в руках держу, я знал, что будет такая передача. Сказка называется «Черная рука и пирамида Хеопса». Сказок этих он выпустит, ему заказали 10 книжек. У него этих сказок нет, как вот вы заготовили, у вас они есть, а у него нет. Он их придумывает каждый раз. И каждый раз из жизни. И вот просто без смеха эти сказки читать невозможно. Вот, например, он эту сказку открывает, книжку сказок, открывает, что его сын Саша, когда никого не было дома, вдруг нарисовал на стене красками хорошими крокодила, на всю стену. А лицо у крокодила папина в очках и лысый крокодил. И вот, ну, вроде бы, похоже на быль, в то же время, ну, и сказка, и в то же время очень весело. Я желаю всем людям талантливым, писать сказки, как Гонопольский или близко к ним, как сенатор, чтобы они, в конце концов, переходили к детской теме, потому что в ней, вот как вы сейчас сказки, это вообще и для детей тоже, чтобы в ней находили, могли передать свой жизненный опыт. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, Анатолий. Анатолий Есеник, Нью-Йорк. Да, вот сказка «Ложь, давней, намек». Мы действительно, вот на каком-то этапе начинаешь опять возвращаться к сказке, по-разному. У некоторых рождаются внуки, у кого-то просто возникает желание писать сказки. Но в любом случае, у нас еще есть несколько минут, я хочу вам рассказать еще маленькую сказку. Хотя мне говорили о том, что не надо, как бы, ограничиваться еврейскими сказками. Но так уж получилось, что в последнее время я столкнулся с библиотечкой, которая выпускает, если в переводе, как бы, книжки в Пинджаме, в Пинджаме, в Пинджаме, скажем так, в переводе. И это делает специально такая благотворительная организация, которая не берет ничего за это деньги, высылает детям, кажется, до пятилетнего возраста, шестилетнего, я точно не помню, высылает книги. Каждый месяц какую-то книгу, в которой сказки, еврейские сказки. И поскольку я столкнулся вот с этой библиотекой и имел возможность полистать эти все книги, я увидел, насколько много интересных и добрых, в общем-то, сказок создано еврейским фольклором. До этого, я вам честно скажу, я практически никогда не встречал еврейские сказки. Были сказки, татские сказки, я помню еще очень-очень давно, когда я искал что-нибудь еврейскую сказку, какую-то для своего сына, дочери, я не мог ничего найти, нашел только татские. И вот тогда, я помню, вот впервые я столкнулся, но еврейских нет. Ну, у меня есть несколько минут, я хочу вам рассказать сказку о пчелке и Соломоне. Великий, мудрый царь Соломон, молва рассказывает, «Быль» или это история, или это тара, рассказывает о том, что царь Соломон знал язык животных, язык птиц, зверей. Он был настолько мудр и настолько добр, что он понимал вообще жизнь всю. Однажды он задремал, задремал, и когда проснулся, он почувствовал, что, по-видимому, его что-то укусило. Немножко как-то здесь было не очень комфортно на щеке, скажем так. Немножко даже припухло. И он тогда начал смотреть вокруг и спрашивать всех там птиц, каких-нибудь других зверюшек, кто это сделал. И птички рассказали ему, что это сделала маленькая пчелка. Но она такая маленькая, и такая еще юная, и такая, в общем-то, еще глупая. Она не подумала, что ее маленький какой-то укол, или ее маленькое жало, которым она игралась, может причинить неудобства царю Соломону. Тогда Соломон попросил, чтобы эту пчелку позвали к нему. Пчелка прилетела, и она вся дрожала, потому что ей было немножко страшно, и она понимала, что она сделала что-то не очень приятное. И Соломон стал ей говорить, что смотри, ты мне доставила неудобства, мне сейчас вот немножко болит, и вообще я выгляжу не очень хорошо. Как же ты могла так сделать? Она сказала, я очень-очень извиняюсь, я очень чувствую себя виноватой, но, пожалуйста, прости, я тебе еще пригожусь в этой жизни. Ну, Соломон и не собирался убивать пчелку, но в любом случае он подумал, ну, что ты, маленькая пчелка, можешь помочь мне и пригодиться такому великому, мудрому царю. Ну, в любом случае он отпустил пчелку. Прошло несколько дней, и вдруг Соломону сказали, что к нему пришла делегация. Делегация от царицы Савской. Она прислала ему подарки, и подарки принесли красавицы. Он попросил войти их. Все вошли в его зал, и тогда представитель царицы Савской сказал, вы знаете, наша царица знает, что вы мудрейший человек. Вы знаете все вопросы и все ответы в этой жизни. И все-таки каждый раз она хотела бы еще раз убедиться, насколько вы мудры, и настолько вы знаете эту жизнь. Вот на каждой из этих девушек прекрасных, которые принесли вам подарки, есть веночек с цветами. Все венки очень красивые, но один из них натуральный, а все остальные искусственные. царица Савская просила вас узнать. Могли бы вы определить, какой из этих веночков на головах этих девушек натуральные цветы? Соломон немножко был растерян. Соломон понимал, что это очень сложно, очень, очень красиво, и очень все похожи, и определить очень сложно. И они даже запах такой имели вроде бы одинаковый, прекрасный. И в это мгновение, вы догадались, что произошло в это мгновение? В это мгновение в комнату влетела пчелка. Она покружилась по комнате и села на один из венков. И Соломон понял, этот веночек, это настоящие цветы, натуральные. И он уверенно указал на этот венок. Ну, естественно, у всех было огромное удивление, огромное уважение к царю Соломону, который может так мудро все видеть. Но Соломон подумал, даже самая-самая маленькая пчелка, живущая на земле, может быть полезна самому мудрому, самому великому и самому сильному царю. Вот такая сказка. А у нас сейчас рекламная пауза. Это тоже сказка, но все-таки реальность. Пауза. Специалиста высшей категории Эмилии Строговой. Серьезные проблемы требуют внимания серьезного специалиста. У нас всего две ноги на целую жизнь. Приходите к нам в офис. Мы о них позаботимся. Хоум Фэмили Кэр, крупнейшее в Нью-Йорке агентство по уходу на дому, объявляет о наборе новых сотрудников. Хоум Фэмили Кэр – это высокая зарплата, медицинская страховка и оплачиваемый отпуск. Хоум Фэмили Кэр – это удобные часы работы, внимательный, вежливый персонал и немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Уважаемые представители старшего поколения, только у нас самые заботливые и опытные сотрудники. Телефон 718-975-8998. Наш третий центр – один из самых больших и успешных реабилитационных центров в стране. Мы помогаем людям избавиться от алкогольной и наркотической зависимости в течение 27 лет. Мы предлагаем все уровни лечения и поддержки, детоксификации организма, ежедневные индивидуальные консультации, ежедневные групповые консультации, наблюдения под надзором врача, лечения и проживания. Лечение основано на 12 шагов программы. Пожалуйста, звоните нам. Мы вам поможем. Звоните сейчас. Знаете ли вы, что Аструм Крем, столь успешно используемый многими для снятия боли в суставах и мышцах, также является прекрасным профилактическим средством для прогревания мышц и суставов для тех, кому предстоят физические нагрузки или спортивные упражнения? Заказывайте Аструм Крем по телефону 888-278-7863. Спрашивайте во всех аптеках города. Аструм Крем. Живите в полную силу. Компания «Дэвидзен Турс» и клуб «Онли Ю» приглашают в новогоднюю зимнюю сказку на озеро Джордж с 31 декабря по 1 января. Вас ждет новогодний бал с праздничным ужином и открытым баром, комфортабельная гостиница с бассейном и джакузи, катание на тюбах, лыжах и тройках с бубенцами, а главное – феерическая танцевально-развлекательная программа и море новогодних сюрпризов. Подарите себе незабываемый новогодний праздник. Home Family Care – крупнейшее в Нью-Йорке агентство по уходу на дому объявляет о наборе новых сотрудников. Home Family Care – это высокая зарплата, медицинская страховка и оплачиваемый отпуск. Home Family Care – это удобные часы работы, внимательный, вежливый персонал и немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Уважаемые представители старшего поколения, только у нас самые заботливые и опытные сотрудники. Телефон 718-975-8998 Внимание! В пакет Артен Платинум входят 11 лучших телевизионных каналов на русском языке. Артен, Артен Плюс, Первый канал, РТР Планета, Россия 24, Израиль Плюс, Русский мир, Беларусь ТВ, Интер Плюс, СТС, Русское кино и 4 радиоканала. Друзья, поделитесь радостью с теми, кто вам дорог. Расскажите им об уникальном пакете Артен Платинум. Приведите в семью Артен ваших друзей и близких. Примите участие в программе «Добрые соседи» и получите кредит 25 долларов за каждого нового подписчика. Звоните сейчас 1-800-222-27-86 1-800-222-27-86 Пакет Артен Платинум телевидение и радио для всей семьи. По вопросам подписки звоните 1-800-222-27-86 Артен Платинум – лучший выбор! С вами Борис Тенцер и мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». Мы продолжаем не просто передачу «Контакт по понедельникам», мы продолжаем с вами обмениваться. Я вам сказки, а вы мне реальную жизнь. У нас сейчас на линии человек, голос которого вы уже слышали и знаете наверняка, особенно те, кто проживает в городе Нью-Йорке, часто он выступает и по радио, это известный, известный человек Юрий Магаршак. Юрий, вы с нами? Как будто бы, да. Да. Я хочу сказать, что Юрий, вот сейчас вы видите его фотографию с бокалом, но, правда, она немножко не очень четкая, но все равно такое ощущение, что Юрию хорошо. Я надеюсь, так оно и есть. И он соединяет в себе очень интересные такие несовместимые вещи. Он профессор в области теоретической физики, теоретической биологии, автор песен, юморесок, пес. Ну, а вот сейчас, и это очень интересно, я думаю, мы еще поговорим в этом году об этом, главный редактор журнала «Нью-Концепт», новая концепция. Ну, а сейчас это, главное, веселый и доброжелательный человек Юрий Магаршак. Здравствуйте, Юрий. Вы к Новому году готовы? Всегда готов. Я хочу сказать, что, вы знаете, вот самая популярная, мне кажется, цифра, которая существует перед Новым годом, это 5. Вот помните песенка «5 минут, 5 минут» и так далее. А вот скажите, вы бы могли за 5 минут нам такое, такое рассказать, что нам бы хватило потом на целые часы вспоминать? Ну, не знаю, что получится. 5 минут 300 секунд – это половина от 600 секунд самой популярной передачи 90-х годов. Ну, не знаю, попробуем. Итак, как говорил полковник на нашей военной кафедре в университете, засякиваем время. Да. Поехали, я включаю. Знаете, у меня впечатление об этом, уходящем от нас в 2013-м годе, как о каком-то калейдоскопе, в котором безумие смешалось с разумом. Кстати, о безумии и разуме. Вот уже третий год я напоминаю читателям, где могу, и вот сейчас напомню вам, что, собственно, празднуется под Новый год. С чего началась новая эра? Часто говорят, она от Рождества Христова. Но, разумеется, ничего подобного. Получается, что Христос родился на 8 дней раньше, чем Новая эра. Да, я хочу сказать, что буквально несколько дней назад в одной из передач на Артен тоже прозвучала эта мысль, что православное Рождество, в общем-то, они отмечают обрезание Христова. Ну, конечно, да. Это день обрезания Господня, который был величайшим праздником человечества тысячу лет. До этого были Сатурналии в Древнем Риме, они были запрещены с приходом христианства. Самый любимый праздник, он длился 10 лет, потом был день Януса, глядящего вперед молодым будущим, молодым ликом, а в прошлое старым. И вот так появился самый великий праздник. Он начинался Рождеством за 8 дней до Новой эры и до Нового года, а заканчивался самым великим праздником. Это обрезанием Господним. Все, казалось бы, ясно, в еврейской семье родился ребенок. И, в общем-то, я каждый год публиковал и на Эхе Москвы это напоминание в разных вариантах. А вот вчера появилось на Эхе Москвы замечательное напоминание о том, что Гитлер ненавидел и недолюбливал, и вот так вот отнесется Рождество, как явно рождение еврейского мальчика, он очень хотел сделать его германским и делал. И я напомнил о том, что я сейчас говорю, что Новый год, понимаете, церковь разрешила что угодно, елочки, палочки, любая там, Баба Яга, что угодно, любое язычество, но только не помните, что празднуется. Так же, как шар, кстати, на Таймсквэр, Биг Бен, кремлевские куранты в Советском Союзе, все хорошо. Вот. Интересно, очень характерно, что в этом году Эхе Москвы отказалось это публиковать, не дали, как сегодня, что само по себе тоже является вением. События года. События года. Это, я думаю, что... Но это не веселое, это пока еще не юмор, да? Или это уже начало юморного отношения? Я даже не знаю, что вам сказать. А вы как воспринимаете, это как юмор? Да, абсурд и разум, юмор и ужас в этом году, они как-то смыкаются. Ну, скажем, ну, весело или нет, то, что всех нас подслушивают. Знаете, ну, мы смотрим комедии Шекспира, там, в множестве драм, когда как-то подслушивают. Вот. И у Орвала в 84-м годе. А это же детский лепест по сравнению с тем, что... Юра, а можно отнестись к этому немножко с иронией и сказать, нас подслушают прекрасно, значит, я не одинок, значит, есть кто-то, кто меня слушает. Но в советское время у диссидентов была надежда, что когда нас подслушивают, значит, это когда-нибудь сохранится. О, прекрасно. И такая и была. Но вот прошли времена и открыли архивы, и все, многие мои знакомые, ринулись смотреть, что же записало КГБ. Что они говорили тогда. Что они говорили тогда. Что они записало. Вот. Но если только, конечно, о чистом юморе, ну, наверное, вот подслушанный, услышанный мной разговор двух сидевших неподалеку девушек, одна говорит, у меня бессонница, месяц заснуть не могу, глаз не смыкает. А говорит, а таблетки пробовал, а таблетки тоже не помогают. Так что же делать? Как это так? Да понимаешь, я могу спать только в своей постели. Вот. Разговор был на полном серьезе, они и не думали шутить. Но мне кажется, что все-таки, когда у человека бессонница от того, что не знает, где проведет следующую ночь, то это все-таки, что это все-таки можно отнести к юмору этого года и в стиле этой эпохи. А вот что меня еще поразило, это юбилей Леонида Броневого, великого актера, показывают замечательно, а потом выясняется, что Леонид Броневой тяжело болен и лечится в Киеве, потому что в Москве не нашлось ни одной клиники, которая могла бы его оплатить. Вы понимаете, человек масштаба, Леонида Броневого, ну конечно в Америке он был бы мультимиллионером, да и сейчас, наверное, если бы он был помоложе. Но как это? Кремлевская больница, Путин, почему он сразу, вот тут же не позвонили, не сказали, как? А нет, нет, спокойно. Точно так же, как в нищете умерла Нонна Мордюкова. Вот такая особенность той страны. Но особенностей этой страны, вы знаете, так же более чем хватает. Мне запомнилось, и, конечно, вы тоже были на встрече с кандидатами в мэры, теперь уже мы знаем, кто избран мэром Нью-Йорка, а вот тогда была встреча с кандидатами в мэры. И меня поразило сразу несколько вещей. В частности, меня поразило то, что главные проблемы у них были вводить толлы, плату за проезд по мостам только через Гудзон, через Хадсон-Ривер, или также и через Бруклин и Манхэттен-Бриджи. А вторая колоссальная проблема, это обыскивать ли людей превентивно, не обыскивать, а останавливать ли людей превентивно на улице. Господи, был ураган, других проблем нет. А вот теперь что это, юмор или нет? Мы уже об этом говорили, и недавно... Юра, я, конечно, это то, что вы говорите, это, конечно, ну такое, знаете, актуально и действительно важные такие моменты, которые в прошлом году были. И большое спасибо, вы напоминаете нам об этом, это здорово. Но иногда, как-то особенно под Новый год, хочется к тому же, что вы сказали, отнестись немножко вот с какой-то такой, знаете, с какой-то такой иронией, что ли, с юмором, посмотреть на все это, ну, свысока. Вот помните, у Соломона было кольцо, кольцо, на котором было написано «the two shall pass» на английском, нет, там было написано на древнееврейском, что значило «все проходит». Помните такое, да? Вы помните это кольцо? А, ну да. Я как бы, он мне его подарил. Я же помню Соломона, я бы встречался с ним. И вот если бы сейчас мы были на телевидении его очи, я бы показал это кольцо на моем среде. Ну, мы видим вашу руку, но там его нету. Юра, большое спасибо, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Большое спасибо, что вы как бы вернули нас в реальность, то, о чем я просил, рассказывая сказки, что не вся жизнь сказка. Вы это прочувствовали и именно это нам и донесли. Спасибо большое. Я желаю, чтобы в следующем году этих, ну, я не знаю, скажем так, зазубринок, которые нам мешают жизнь, было меньше. Всего хорошего. С нами был Юрий Магаршак. Спасибо. Ну, а поскольку мы заговорили с вами об этом кольце и о том, что все проходит, я вам напомню маленькую сказку. Ну, я уж прошу прощения, сегодня Соломон один из моих любимых героев. Так вот, у Соломона был друг Бинай. Очень хороший друг, очень умный друг, с которым он часто беседовал, разговаривал и задавал вопросы Бинай, и очень часто на них отвечал. Но все равно Соломон где-то старался как бы чувствовать, что все-таки, а я вот на какую-то небольшую часть, но все-таки я умнее, мудрее Биная моего. И тогда он чувствовал себя более как бы комфортно. Все-таки мудрый, великий царь Соломон, они часто играли в шахматы. И однажды Соломон проиграл Бинай. И Соломон очень переживал. Вообще, я наблюдал людей, которые так болезненно воспринимают проигрыш в шахматы, что думаешь, неужели это так важно? Ну, проиграли в этот раз, в следующий раз выиграешь. Но Соломон был из тех, у которых любой проигрыш для него был очень важен, чтобы не произошел, скажем так. Поэтому он слегка-слегка опечалился и решил, ну, поиронизировать над Бинаем. Дать ему такое какое-то задание, а Бинай всегда готов был выполнить любое, любую просьбу, любое поручение Соломона. И он тогда решил немножко подшутить над Бинаем. Он сказал, я слышал о том, что есть такое кольцо, которое грустного человека делает счастливым, а счастливого человека делает грустным. Бинаем сказал, ты уверен, что такое существует? Он говорит, вообще-то я не знаю, но кто-то мне говорил об этом. На самом деле Соломон знал, что такого нету. Не может быть такого кольцо, которое можно одеть на палец, и сразу человек веселый становится грустным, а грустный становится счастливым. Как такое может быть? Но Бинай всегда выполнял просьбу своего друга, своего короля, своего царя Соломона. И он сел на лошадь, как всегда в сказках это бывает, и отправился на поиски. Он отправился по всей стране, он заходил во все ювелирные лавки, он разговаривал с ювелирами, он бывал на каких-то выставках специальных, он говорил с художниками. Никто такого кольца никогда не знал. Мало того, все говорили, это невозможно, чтобы грустного человека сделать счастливым при помощи кольца. И при помощи этого же кольца веселого сделать грустным, нет, так не бывает. Друг Бинай вернулся в Иерусалим и уже шел во дворец, впервые понимая, что все-таки в этот раз Соломон ему дал такое задание, которое он выполнить не смог. Он проходил мимо маленькой лавки, где ювелирами работал хозяин и его подмастерье, молодой мальчик. Он говорит, а, зайду еще сюда, хотя она невзрачная лавка, я зайду сюда тоже. И спросил хозяина лавки, может, вы знаете, где найти мне такое кольцо, которое бы грустного человека делало счастливым, а веселого грустным. Тот сказал, нет, я не знаю такого кольца, его такого нету, я даже не представляю, как оно должно быть, каким оно должно быть. И в это время мальчик, подмастерье, его помощник сказал, мне кажется, я знаю такое кольцо, мне кажется, я что-то такое видел. Одну минутку. Он куда-то убежал и принес кольцо и дал его Бинаю в руки. Тот взял и прочитал. И это проходит. И он понял, что это то кольцо, которое ему надо. Он пришел к Соломону и дал его, вручил его Соломону. Соломон был поражен. Как? Бинаю выполнил его поручение. Он считал, что такое не существует. Он взял кольцо, одел его и прочитал. И это проходит. Потому что он был в это время очень весел. Он был доволен, потому что он Биная сейчас, в общем-то, в какой-то степени наказал. Но он прочитал. И это проходит. И в этот момент он понял. Да, он подсмеялся над Бинаем. Но на самом деле и это пройдет. А с другой стороны, он подумал о том, что та грусть, которая часто приходит к нему, и делает его грустным, потому что он понимает, что его жизнь, она не бесконечна. Его царство не бесконечна. Эта грусть его иногда одолевает. Но, прочитав кольцо, и это проходит, он понял, что все, что есть, оно пройдет. Кого-то сделает счастливым, а кого-то заставит задуматься. Вот такая сказка. Еще одна. Теперь ваша история. Кто у нас на лени? У нас Флорида, Майкл. Здравствуйте, Майкл. Вы с нами в студии? Здравствуйте. Те. Я вам хочу прочесть сказку. А мы вообще договорились, сказки я. А вы только истории. Я слушаю вас, Майкл. Я вам прочту сказку из одной из моих томов, которую я написал из тома «Бешеные волки». Еще раз, как называется? Одну сказку я вам прочту. Притча называется. Но она не очень большая, я надеюсь. Я стараюсь маленькой. Нет. Овец волки разодрали, животные собрались, чтобы волков за это наказали. Потерпевшим выступил барам. Надобно, чтобы и шкуры с волков содрали. Судью на троне Воседал сам лев, А заседатели шакалы. Денек знойный От жары судья разомлел. Хоть кровожаден был, Но справедлив. Особенно, когда сытно он поел. Тогда солиден был, И не подкупен, И защитой волчьей гиена выступала, Которые падали, Всегда предпадала. Нельзя волков так сурово наказать. На костях и так Свои зубы надломали, Этим самым себя и наказали. Обвинение выслушав, И выслушав защиту, Лев, его величество, Строна благородно встал, И мудрое решение Лично прорычал. Встреть всем поучение, Я спокоен должен быть, Как судья, Но вы расстроили меня, Права гиена, Что волки кровожадные, Но зачем всех сразу раздирать, Другим надо на тоже баранов оставлять. И позевав, Оближавшись, Аркнул, Что гиена тоже весьма права, Решение вынес, Кровожадных зверей Не осуждать. Я переверну страницу И кончу вам. А баранам Втреть не устраивать Панический бедлам, По одному к волкам Добровольно подойти, Лечь, Не шевелиться, Чтобы зубы Не ломать волкам, А оставшимся Разбежать И по уклам. И пусть запомнят Навсегда, Лягавить Пусть оставят Из глупостями В высокий суд Не лезут Никогда. Волки За мудрое решение Отблагодарили льва, И в подарок Преподнесли Судье Царю Барана, Как Сытное За это Угощение, И как Звериный царь Судья Всегда был прав, Кого-то Наказал, Кого задрал, Свою рвением Пример Зверям Подал, Оставив Шкуры, Шкуру, Кости и Рога, На что Набросили Шакалы, Льва Решение Подержал, Но Средь людей Коварней Все бывает, Что Дурной Убийца Власть Свою Удержал, Черносотенными Орыцами Он Свою Отружал, Убивать Велел Того, Кто Его Умнее И Поэтому Из-за Такого Злодея Жизнь Поплотились Поголовно Все Евреи И Оставшиеся От Людоеда Их Кумира Дограбили Все Орыцы И Разного Рода Убийцы Вот Такая Сказка Спасибо Скажите Вы Пишите Сказки Майкл Я Написал Тут Эта книга Бешеные Волки Это Тут Про Войду Полностью Потому что Я Был на фронте И Три года Был В Холокосе Я Все Видел Своими Глазами И Второй Называется У меня Еврейская Участь Про Войду Спасибо 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 Большое Майк Большое Вам Спасибо Я хочу Вам сказать Вот удивительно Первый Звонок У нас Был София Человек Написал Книгу Сейчас Майкл Книга По-видимому Людям Людей Есть желание Больше Рассказывать О своей Жизни И Поэтому Хотелось Больше Чтобы Вы Писали Мне Писали На передачу И Участвовали В наших Передачах Я напоминаю Меня Просят Еще раз Эмейл Это Тензер Би Одно слово Тензер Би Это Gmail Доткам Да У нас Еще Звонки Есть Давайте Попробуем Еще Кто Сам Франциско Алекс Здравствуйте Алекс Вы с нами В студии Здравствуйте Я хотел бы Немножко Уточнить Правильная Надпись На кольце Была Все Пройдет Пройдет И Это Что В значительной Степени Меняет Смысл Хлеб Субботний Хлеб Который Соблюдает Часто Пекут Евреи Ну Неважно В конечном Итоге Хлеб Который Который И эта Женщина Постаралась Сделать Много Хлеба Много Хал И к ней Приходили Люди И брали Эти Халы И она Им давала Всегда С большим Удовольствием Но так Получилось Что она Так Заработалась И так Всем Старалась В общем-то Подсобить Что Когда Она Опомнилась Не было Халы Самой Для нее У нее Ничего Не осталось Времени Было Уже Не так Много Она Побежала В магазин Купить Себе Муки Чтобы Замесить И успеть Что-то Сделать Когда Она Шла Обратно И несла Свой мешок С мукой Небольшой В это Время Налетел Ветер Порыв Ветра И вырвал Этот мешок У нее Из рук И унес Женщина Была Очень Расстроена И она Пошла К Царю Естественно К Соломону Она Жаловаться Смотри Я всю Жизнь Помогаю Людям Я Всегда Стараюсь Сделать Так Чтобы Люди Не Были Голодные Чтобы Люди Имели Возможность В субботу Сесть И поесть Этот Особый Хлеб Халу Почему Ветер Вот так Бог Так Сделали Что Я Осталась Сегодня Без Всего И у Меня Вырвали Этот мешок Даже Который Я Несла В это В комнату Вошел Советник Соломон И сказал Вы знаете К нам Пришла Делегация Какая-то Странная Чужеземцев Они хотят Что-то Вам Сказать Да Пусть Войдут Когда Зашли Эти Люди Оказались Моряки Они Сказали Вы знаете У нас К вам Огромная Просьба У нас В руках Мешок Дело в том Что Корабль Когда вы Проходили Мимо Вашего Берега Мы Натолкнулись На скалу Образовалась Брешь В корпусе Корабля Вода Стала Заполнять Трюм И вдруг Откуда-то Взялся Какой-то Мешок И в нем Было Что-то Такое Липкое В воде И он Закрыл Эту Дыру В корпусе И Таким образом Корабль Перестал Тонуть Мы Откачали Воду Мы Спаслись И поэтому Вот мешок Который Нас Спас Но Мы Туда Положили Золото И наполнили Его золотом Если бы Вы могли Найти Человека Кому Принадлежал Этот мешок И как Это все Получилось То мы Были Благодарны Ему Вручить Этот мешок Солом Он Сказал Нет Больших Проблем Сейчас мы Просто выясним У женщины Которая здесь Что должно быть Написано На этом мешочке Это ее мешочек Она сказала Да Там инициалы Моей мамы И когда Посмотрели На этот мешок И увидели Те же самые Инициалы Все поняли Что Этот мешочек С золотом Принадлежит Вот этой женщине За то Что она Все 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 Что вы Делаете Это Прекрасно И оно Всегда Будет иметь Хороший Отзвук Я желаю вам Хорошего Нового Года Я желаю вам Хорошего настроения И чтобы в следующем году Все что вы не сделаете Было вам в радость Всего хорошего С вами был Борис Тенцер Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok